Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. В данном видео я хотел бы обсудить, как продвигается работа по восстановлению сайтов Lifeisgood, Hermes и Bestway, а также как продвигается работа кооператива Bestway. Как вы знаете, на сайтах Lifeisgood, Hermes и Bestway размещен следующий текст. Уважаемые партнеры, на сайте ведутся восстановительные работы, ориентировочное время на восстановление 30-40 дней. Приносим извинения за временные неудобства. Таким образом, согласно их собственному заявлению, сайты будут восстановлены максимум за 40 дней. Данный текст был размещен на всех трех сайтах 18 марта. Давайте сделаем подсчет. Если мы отсчитаем от 18 марта 30 дней, это получается 17 апреля, которое уже прошло. И, наконец, если мы подсчитаем от 18 марта 40 дней, то это получается 27 апреля. А до 27 апреля остается всего-то 3 дня. Таким образом, согласно их собственному заявлению, которое они разместили на всех трех сайтах 18 марта, восстановление сайтов должно произойти максимум за 40 дней. Повторю, что 40 дней наступает 27 апреля. Будут ли сайты восстановлены к 27 апреля или по истечении 27 апреля? Ну, как говорится, поживем, увидим. В течение апреля было опубликовано несколько сообщений касательно деятельности кооператива Bestway. Но если вчитаться в эти сообщения внимательно, то получится, в каких-то моментах эти сообщения противоречат друг другу. Коллеги, хорошие новости. С 8 апреля получили доступ к счетам кооператива и уже начали переводить платежи. Кооператив мог принимать платежи, но не мог переводить закупленные квартиры. А также не мог выплачивать пай людям, которые подали заявление на выход из кооператива. Сейчас функционал работает в полном объеме. Ограничения со счетов сняты. Личные кабинеты заработают чуть позже. Речь идет о расчетных счетах кооператива. То есть, согласно данному объявлению, именно с 8 апреля кооператив получил возможность совершать вот эти все операции. Например, он мог до 8 апреля, получается, принимать платежи, но не мог переводить средства закупленные квартиры. А также не мог выплачивать пай людям, которые подали заявление на выход из кооператива. И было еще вот такое сообщение. Работа офиса кооператива была восстановлена. Был отправлен второй транш за объекты недвижимости, которые зависли. Оплачено 55 квартир. Готовится аудиторский отчет. Деньги кооператива на месте. Выплачена зарплата всем наемным сотрудникам офиса. Все обязательства перед пайщиками будут выполнены. Сейчас необходимо выполнить две основных задачи. Первое. Вытащить людей на свободу. Сегодня, завтра и послезавтра у них суды. И второе. Восстановить работу сайтов. По счетам все активы сохранены. Проявите еще терпение. Проявите немного еще терпения. В данном сообщении подтверждается, что стало возможным проводить платежи за объекты недвижимости и даже говорится, что оплачено уже 55 квартир. Конкретно не сказано, когда это сообщение было написано, но можно обратить внимание на пункт первый. Вытащить людей на свободу. Сегодня, завтра и послезавтра у них суды. Если посмотреть расписание, например, 12 апреля был суд у Григорьевой. По делу Григорьевой. Соответственно, данное сообщение писалось до этой даты. Возможно, 10 или 11 апреля. На канале новости Виста Калькулятора 6 апреля было опубликовано следующее. По кооперативу дела сдвинулись в лучшую сторону. Пошли движения со счетов. Для пайщиков выкупаются квартиры. Так что доступ к счетам восстановлен. В ближайшие дни заработают новые кабинеты для пайщиков и членов. Сказано в ближайшие дни, но на дворе уже конец апреля. И как мы видим, пока что-то никаких новых кабинетов для пайщиков и членов не запущено. И 16 апреля написано. За эту неделю кооператив купил для своих пайщиков более 20 квартир. Так что работа идет полным ходом. Ждем новые кабинеты в ближайшее время. То есть, опять-таки, это было написано 16 апреля. На дворе у нас 24 апреля. Пока новых кабинетов нет. Но, повторю, если делать расчет их собственный, что максимум восстановления займет 40 дней, то это получается 27 апреля. По инвестиционным счетам также ждем новые кабинеты в течение еще одного-двух месяцев. Возможно, и раньше. Но, после прочтения таких радостных новостей, некоторые пайщики решили получить информацию из первого источника и обратились непосредственно в сам кооператив. И вот, например, сообщение от 12 апреля. Кооператив Bestway ответил следующее. В настоящее время председателем Совета Потребительского Кооператива принимаются меры по обжалованию решения о наложении ареста на денежные средства кооператива. На данный момент примерные сроки назвать не представляется возможным. Приносим свои извинения. То есть, получается, что в одних сообщениях утверждается все хорошо, счета уже разморожены, мы вовсю отправляем деньги за квартиры. То есть, движение пошло. Но при этом сам кооператив отвечает, что вот в связи с изъятием документации, в связи с проведением юридической экспертизы и так далее, приобретение новых объектов недвижимости в интересах пайщиков приостановлено. И документы для проведения экспертизы не предпринимаются. И сказано, что в настоящее время председателем Совета ПК принимаются меры по обжалованию решения о наложении ареста на денежные средства. То есть, если средства разморожены и уже идут платежи, с какой стати кооператив занимается разморозкой? Пайщик кооператива по имени Роман Лаевский сделал запрос на электронную почту кооператива 16 апреля. Здравствуйте! Действительно ли в данный момент у кооператива есть доступ к счетам и в данный момент успешно оплачиваются квартиры на приобретение для пайщиков? Или все же счета арестованы и движение средств пока временно невозможно? Мы с женой, пайщики кооператива, и нас интересует достоверная информация из первых уст. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Роман Лаевский. 19 апреля ему прислали ответ. Добрый день, Роман. Проводится работа по выяснению ситуации о состоянии расчетных счетов, открытых потребительским кооперативом в кредитных организациях банках, размере и движению денежных средств по счетам, а также наличию ограничений по распоряжению данными денежными средствами. С уважением, ПК Бествей. То есть, сообщение, можно сказать, такое достаточно завуалированное, абстрактное, да? Проводится работа по выяснению ситуации о состоянии расчетных счетов. Роман все-таки хочет уточнить и пишет. В 10.36 благодарю за ответ. Я правильно понял, что квартиры в данный момент пока не приобретаются. В 10.45 ему приходит ответ. Да, сделки еще не возобновлены. О возобновлении сделок будет размещена информация. Уже через два дня, 21 апреля, 17.09, Роман уточняет еще раз. Здравствуйте. Возобновлены ли сделки с недвижимостью на сегодняшний день или все еще по-прежнему? Ему отвечают, скорее всего, уже на следующий день, 22 апреля в 10.27. На данный момент сделки не возобновлены. И поэтому получается противоречие. В одних сообщениях сказано, что счета уже разблокированы, сделки совершаются, уже приобретено 55 квартир. В другом сообщении сказано более 20 квартир. Но при этом сам кооператив утверждает, что никакие сделки не происходят и квартиры не приобретаются. 22 апреля канал Новости Виста Калькулятора опубликовал следующее пояснение. По поводу покупки кооперативом более 20 квартир в апреле, настоящая ситуация следующая. Кооператив рассчитался с продавцами по сделкам, заключенным до 15 февраля. По ним у кооператива висел долг, так как подписать договоры успели, а оплатить квартиры нет. Деньги продавцам были выплачены с тех 180 миллионов рублей, что поступили сверху арестованных 3,5 миллиардов поевых, возвратных и прочих взносов в последнее время. То есть получается 3,5 миллиарда это арестованные, а 180 миллионов рублей они как бы поступили сверху, которые не были арестованы. То есть на счетах кооператива арестовано 3,5 миллиарда рублей, и к этим деньгам доступа нет. Доступ есть к тем, что поступили в последнее время свыше этой суммы. Поэтому директора и мотивировали платить боевые взносы, так как нужно было собрать сумму свыше арестованной, чтобы оплатить долги перед продавцами. А новые квартиры на сегодняшний день не покупаются, новые сделки не проводятся. То есть получается, что 3,5 миллиарда рублей на счетах действительно заморожены, и доступа к этим счетам нет. Но те деньги, которые поступали помимо этого, к этим деньгам доступ есть. И как раз, как здесь названа сумма, 180 миллионов рублей. Вот из этих средств были оплачены квартиры по уже ранее заключенным договорам. В этот же день, 22 апреля, канал новостивиста-калькулятора опубликовал следующее. Дополнительная информация по кооперативу. Кооператив налаживает работу. Хорошее интервью с полной достоверной информацией дал новый председатель кооператива Сергей Крючев в комсомольской правде. У правоохранительных органов в рамках уголовного дела к самому кооперативу больших вопросов нет. Ликвидации кооператива не будет, это 100%. Но, так как изъята вся документация и база, нужно много времени на восстановление лицевых счетов. Они восстанавливаются вручную, и скоро уже работа будет закончена. Счета арестованы не полностью, и есть свободные деньги, которыми кооператив вправе распоряжаться. С выкупом и переоформлением квартир проблем не будет. С продавцами квартир по уже оформленным сделкам рассчитались. Все возвраты желающим выйти из ПК будут произведены в течение двух месяцев. По инвестиционным счетам по-прежнему ждем новые кабинеты. Итак, на сайте комсомольской правды 19 апреля опубликована статья. Сергей Крючев, стабилизируем работу Bestway и вырабатываем программу дальнейшего развития кооператива. 19 марта потребительский кооператив Bestway вступил в период обновления. Новым председателем совета кооператива был избран Сергей Иванович Крючев. Полностью сменен состав коллегиальных органов управления кооператива. Ниже мы видим фотографию самого Сергея Крючева. О причинах и целях изменений в интервью с новым руководителем кооператива. Сергей Иванович, расскажите об итогах состоявшегося собрания региональных уполномоченных кооператива. 19 марта состоялось общее собрание потребительского кооператива Bestway в предусмотренной уставом кооператива в форме собрания региональных уполномоченных кооперативных участков. Это высший орган управления. Главная цель – преодолеть организационный кризис, который был обусловлен прежде всего тем, что в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении четырех граждан, которые даже не являются сотрудниками кооператива, были изъяты документация и серверы кооператива. И до сих пор документы и технические средства кооператива полностью не возвращены. С середины февраля я стал исполняющим обязанности руководителя кооператива, а с 19 марта приобрел полномочия руководителя в полном объеме. Совет кооператива 19 марта кардинально обновлен. В него избраны Диана Вишнякова, Владимир Варенков, Любовь Строганова, Тагир Сахауддинов, пайщики кооператива из регионов, ранее не участвовавшие ни в каких органах управления кооператива. Полностью новый состав и у ревизионной комиссии кооператива. Произошли серьезные изменения в управленческом персонале Bestway. Мы намерены перелеснуть эту непростую страницу в развитии кооператива, тем более, что кризис был рукотворным. На первом этапе совместно с членами Совета кооператива и правлением ПК проводим инвентаризацию и анализ активов и обязательств кооператива. В ближайшее время мы проведем еще одно общее собрание кооператива, которое определит стратегию его развития на ближайшие годы. Очевидно, что при резко подорожавшей ипотеке такая форма приобретения недвижимости, как кооперативы, имеет большие перспективы развития. А Bestway один из крупнейших кооперативов. У нас по итогам 8 лет работы более 20 тысяч пайщиков. Какое вы ранее имели отношение к кооперативу? До избрания я не являлся членом кооператива, не занимал никаких должностей в его коллегиальных органах и был знаком с его работой исключительно по своей депутатской деятельности. Был депутатом Государственной Думы 7-го созыва. Всегда относился к кооперативу Bestway позитивно. Это, как я уже сказал, один из крупнейших кооперативов России. Очень надежный. С прозрачной схемой работы. Считаю, что алгоритм по приобретению недвижимости, предложенный кооперативом, один из самых эффективных в рамках действующего законодательства. За 8 лет работы Bestway продемонстрировал высокую эффективность финансовой модели. Кооператив приобрел в интересах пайщиков и передал им в безвозмездное пользование около 2500 объектов недвижимости. По 250 объектам недвижимости пайщики полностью выплатили пай и недвижимость перешла в их собственность. Паевой фонд кооператива превышает 10 миллиардов рублей. Эти деньги находятся на счетах кооператива в Сбербанке и банке Санкт-Петербург. Кооператив демонстрирует высокую устойчивость и в кризисный период. Несмотря на трудности в работе, которые возникли после 15 ноября, из-за включения кооператива в предупредительный список ЦБ, Bestway продолжал стабильно работать. При этом кооператив продолжает оспаривать включение в этот список в арбитражном суде. Судебные процессы идут уже несколько месяцев, и мы не отступаем. Кризисная ситуация наступила в середине февраля. Нормальное функционирование кооператива было заблокировано. С 19 марта у меня возникло полноценное право подписи, право заключать сделки от имени кооператива. Появилась возможность полноценно работать с документацией кооператива, добиваться возврата документов и технических средств кооператива Главным управлением ВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и у прокурора Санкт-Петербурга. Сразу после этого было подано новое ходатайство о возврате документов, печати и электронных ключей, а также жалоба в прокуратуру Санкт-Петербурга. В ней отмечаются негативные влияния следственных действий на деятельность кооператива и, самое главное, риск ущерба для почти 20 тысяч пайщиков. Мы выражаем готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами. В прессе появилось довольно много негативных публикаций о кооперативе. С чем вы это связываете? Некоторые СМИ публикуют информацию в рамках сотрудничества с органами внутренних дел, но, к сожалению, допускают одностороннее освещение темы. Например, программа о происшествиях одного из федеральных телеканалов формирует однобокую, субъективную картину ситуации, не дает альтернативного мнения. К нам за комментариями никто не обращался. Диалога нет, кооперативу не предоставляется возможность оспаривать одностороннюю и не всегда правдивую позицию. К примеру, о том, что кооператив признан финансовой пирамидой. Это не соответствует действительности. ЦБ заявлял о наличии признаков финансовой пирамиды, и мы эту позицию оспариваем в суде. Или о выводе средств кооператива за границу. Счета кооператива всегда находились и находятся только в России, Сбербанке и Банке Санкт-Петербург. Они используются исключительно для уставных целей кооператива. Ни на что другое средства кооператива невозможно использовать даже технически. Кооператив никогда не размещал средства на инвестиционных счетах. Это запрещено уставом. Он не привлекает и не предоставляет кредиты. Он проводит политику финансовых китайских стен с организациями, которые связаны с теми или иными членами и сотрудниками кооператива. Последние месяцы мы полностью ушли от совмещения с сотрудниками работы в аппарате кооператива и в других организациях. С каждой из недостоверных публикаций мы предметно разбираемся в юридической плоскости. Какие первоочередные задачи сейчас решают совет и правление кооператива? Важнейшая задача – нормализация процесса исполнения обязательств, прежде всего приобретение недвижимости для пайщиков, чья очередь на приобретение уже подошла. Из-за трудностей искусственно созданных кооперативу мы не смогли приобрести объекты недвижимости пайщикам, которые вышли на сделки по приобретению квартир. Кроме того, подходит установленный договором срок возврата пая тем пайщикам, которые на фоне последних событий приняли решение выйти из кооператива. Средства для расчета с ними на счете кооператива имеются, но совершить выплаты до недавнего времени не представлялось возможным. Подавляющее большинство пайщиков поддерживает кооператив, готовые дальше развивать Bestway. Создаются юридические и организационные основы для нормализации работы кооператива. В ближайший месяц мы планируем преодолеть кризисную ситуацию и ввести работу в кооператива в спокойное русло. 1071 человек поставили лайки. Подпись Сергей Крючек, экономист, кандидат экономических наук, депутат Государственной Думы, 7-го созыва. Итак, подводим резюме. Помимо 3,5 миллиардов рублей, которые действительно находятся на арестованных счетах и которыми кооператив не может распоряжаться, есть порядка 180 миллионов рублей, которые поступили уже после ареста счетов и которыми кооператив еще может распоряжаться. И именно из этих средств приобретаются те объекты, происходят те сделки, договора по которым были уже заключены ранее. Ну и поскольку сегодня 24 апреля, а как мы с вами посмотрели, те самые 40 дней, заявленные на сайтах Life is Good, Germes и Bestway, истекают 27 апреля. Таким образом, уже в ближайшие дни мы узнаем, сдержат свое слово те, кто обозначил эти сроки на сайтах или нет. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, высказывайте в комментариях свое мнение, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.